Привет-привет, девчоночки и, наверное, мальчишки! В этом видео я вам покажу свои покупки, они у меня разнообразные. И в самом начале видео хочу задать вам вопрос. У меня накопилось уже достаточно большое количество покупков из магазина Аврора, чтобы вы знали, это аналог русскому фикс прайсу. И я сначала хотела сделать две части видео по этому поводу, но потом как-то чего-то остановилось. Скажите, пожалуйста, интересно ли вам посмотреть такое видео? Если да, напишите об этом, и я буду знать, снимать его или нет. На мое мнение, сегодня у меня очень много интересных покупок, разнообразных. И некоторые меня уже успели разочаровать, пока я готовилась к этому видео. Давайте начнем с уходовой косметики. Первое, что я покажу, это средство для волос от Avon. Это двухфазный спрей, который наносится или на влажные волосы, или на сухие. Я его использую сразу после душа. Он действует как кондиционер и тоже можно использовать как термозащита. Как видите, есть здесь вот такая вот водичка и внизу плавает масло. Стоил он, по-моему, 55 гривен. Мне он очень нравится. Я уже не первый раз использую этот спрей. И волосы после него выглядят просто шикарно. Они блестят, они эластичные, красивые, шелковые. Я просто обожаю. И пахнут они очень приятно. Запах, ну, в какой-то степени напоминает запах шоколада. Советую очень его. Он бюджетный и клево работает. Опять повторила, не знаю, который раз уже, Avon's Scrub для лица сияния Востока. Он имеет мелкие скрабирующие частички, что хорошо для комбинированной кожи, которая очень чувствительна. Это моя кожа. И еще мне дали в дар, можно так сказать, к этому скрабу вот такую маску. Она разогревающая. Когда вы наносите ее на лицо и начинаете массировать, то от этого массажа она начинает греться и поры расширяются, что позволяет им очиститься от грязи. Очень прикольная штука. Но ее не советуют. У кого сосудики на лице расположены близко к поверхности кожи, потому что она все-таки разогревает лицо и может быть покраснение. А так очень хорошая вещь перед использованием скраба. Следующая новинка у меня была вообще спонтанной, но я не прогадала ни капли. У меня закончился мой старый тональный крем Max Factor. И я решила себе купить новый такой же, но в магазине и его не оказалось. И мне продавщица предложила попробовать Max Factor, одно из новой серии, это у нас Face Affinity All Day Flawless основа. То есть это три в одном. Я взяла попробовать и действительно мне понравилось. Он имеет хорошее покрытие, он плотненький, очень хорошо держится и кожа с ним нежнее дольше, чем с обычным Max Factor кремом. Единственное, что у меня был другой оттенок крема. Я взяла не тот. И забыла, что все оттенки Max Factor, они на тон окисляются. Не забывайте об этом. Но, тем не менее, я его ношу, мне он очень нравится, стоил 240 гривен. Также приобрела себе новый консилер от Maybelline, по-моему, Super State 24 часа. Его показывала вам в своей косметике, когда снимала видео про органайзер. Он у меня новый, но почему-то в баночке он выглядит, как старый, какой-то прогорклый. Я не знаю, почему так. От этого он не хуже работает. Мне нравится, как он защищает область под глазами. Я даже, когда потею, он на мне остается. Единственное, что если вы намочили эту область и потом прошлись пальцем, то он может как такое молочко скататься. Не прошла стороной я пудру Maybelline Finitone. Она матирующая, и ее практически не видно на лице. Можно даже сказать, что не видно. Единственное, что она из-за этого имеет странный эффект. Вот я как-то еще не определилась, насколько она хороша, но лицо после нее выглядит очень красиво. Мне она подстала спарться за 130 гривен. Я очень довольна, и пока что пользуюсь ей с удовольствием. Новые тенюшки от Malva у меня есть. Я их покупала для того, чтобы делать макияж на Хэллоуэн. И они стоили 28 гривен. Очень классные, очень клевая пигментация. Кстати, сейчас у меня на глазах очень клево держится. Теперь давайте пройдем конкретнее по косметике Avon. У меня ее тут слегка накопилось. Первое, что покажу, это тушь Color Trend. У нее кисточка, по-моему, силиконовая. И я такой формой кисти еще не пользовалась. Мне она нравится. Она классная, завивает реснички. Она их супер удлиняет и стоит очень бюджетно. Блин, классная штука. Я уже сиренады пела ей не первый раз. Сейчас попробуйте за такие деньги вы такую тушь с таким качеством больше нигде не найдете. Я в этом уверена. Дело, что только в Avon я нашла классный белый карандашик. Они продаются у них вот в таких милашечек упаковочках. Ну, карандаш как карандаш. Очень клево, очень классно рисуют, мягенький. Все, как я люблю. Не в этом суть. Я решила заказать такой же карандаш, только в бирюзовом оттенке. Карандаш сам по себе хороший. Но когда я его начала точить, он просто поломался. Вот в этом плане белый карандаш хорошо точится, а вот этот ужасно. Вот в этом я и разочаровалась. Сам карандаш очень красивый. Не давно у Avon появилась новинка, я так понимаю. Новая подводка из серии Mark. Она вот такая. Очень тоненькая, узенькая. И у нее интересный носик. Вот такой вот, как фломастер. Я сначала не могла к ней привыкнуть, мне показалась неудобна эта подводка. Но потом я поняла, что ей очень удобно делать хвостик стрелки. И я к ней уже приноровилась. И мне нравится дизайн. И как она рисует. Очень такая насыщенная подводка. Не засыхает. И тоже стоила очень дешево. Очень классно на подарок. Если сделать, например, тандем с туши и вот этой подводки. Очень клево будет. И очередная новинка в плане помады. Я просто тащусь. У меня уже одна такая помадка есть. Матовая. Матовая помадка. Она в матовом чехольчике. Сейчас у меня она гвахана. Очень красивый. Вот такой вишнево-персиково-красно-розовый оттенок. Как раз на осень. Я прям в нее влюблена. У нее классный запах. Мягкая текстура. Она абсолютно не сушит губы. Она очень стойкая. Я хожу лет, прихожу на работу и помада остается на губах. Единственное, что там за день можно один раз ее поправить. И все. Просто, девчонки, просто супер. Стоила, конечно, не так дешево. Но для матовой помады 80 гривен это класс. Так, сайвеном мы закончили. Теперь пройдемся немножко по продуктам для ногтей. Очередная моя смывка для лака ноготок. Но так как сейчас я опять начала делать гейн-лак на ногти, то это у меня все стоит мертвым грузом. Только делаю педикюр. Как всегда, хорошо работает, бюджетно стоит. Купила себе парочку лаков. Вот такой красивый от фирмы Мальва. Розовый оттенок. У меня сейчас на ногах очень красиво выглядит. Нежный, такой аккуратный, красивый оттеночек. И стойкий очень хорошо. Что для него очень хорошо. Флормаровский белый лак. Он, конечно, жидковат. Но мне нравится стойкость флормаровских лаков. Ну, ничего плохого сказать не могу. И еще решила попробовать сушку Макси Колор. Которая спреевая. Сушит лак она хорошо, но она очень неэкономная. У меня вот уже... То есть здесь я раз 5-6, наверное, сделала маникюр. И видите, ее уже практически нет. Но она не очень дорогая. Поэтому ее расход это компенсирует. И еще мне девушка посоветовала взять топ. Какой-то польский топ. Якобы Vibo или Vibo называется. Якобы он дублирует гейлак. И это все блестит. Нормальный закрепитель. Хорошо держит лак. Но 5 дней мне держится лак с этим закрепителем. И у меня очень много еще продуктов из магазина Аврора. Аналог фикс прайс. Первое, что я там увидела, это ленточку. Были разные. Были клейки. У меня это... Да, это у меня клейка ленточка. Вот вкусенькая она. Хорошенькая. Вообще дешево стоила. По-моему, 3,4. Но я еще не использовала. Надо будет как-то протестить. Пока ничего не сказать не могу. Ну что тут. Главное иметь хороший закрепитель, чтобы эта штука держалась. Уже в макияжах на Хэллоуи вы, наверное, заметили мои блестки. Тоже покупала в Авроре. Весь набор мне обошелся в 30 гривен. Тут, причем у меня это вот такие оттенки. Там есть еще с черным глиттером, разные. Очень красиво на ногтях выглядит. Уже не раз делала с ними маникюр. Можно смешивать. Делать также макияжи. Макияжи губ. Очень классная штука за маленькие деньги. Поэтому я вот хотела вам рассказать, что можно купить в таком магазине Аврора. Чтобы, может, вам понадобилось или сказать, что не покупать. В общем, напишите мне, пожалуйста, об этом. И что хочу показать, что мне очень понравилось. Это набор кисточек для маникюра. Он, по-моему, тоже стоил около 30 гривен. И тут разные кисти есть. И для клитора широкие. Я думала, это будет паршивый Китай. Девчонки, офигенные кисти. Мне девочка приходила делать ногти гель-лаком. Она делала вот этими дешманскими кистями. И что, просто все супер получилось. И классно держалось. Я не ожидала такого качества от Авроровских кисточек. И очень довольна, кстати, ими. И классно работать, если лак густой. Еще с Авророй я решила попробовать. В общем, преды. Вот такие голубенькие. Не смотря на то, что тут два лезвия и увлажняющая полоска. Они настолько острые, они настолько удобные. И им очень удобно брить ноги. Я не знаю, что вы там браете. Очень классные, понравились. И по цене они, конечно, дешевле, чем в масс-маркете. Поэтому я думаю, что я за бритвами теперь буду ходить только туда. И последняя вещь, это ватные диски. Их покупала тоже в Авроре, но они есть не только в Авроре. Это украинские диски, то есть украинская фирма Виола. Почему они мне понравились? Потому что они очень плотные, классно склеены. И у них есть такие, как пупырышки. И это очень удобно и качественно для снятия макияжа. Все покупки на сегодня. Я жду ваших комментариев. Пишите, чем из этого вы пользуетесь. И что бы вы хотели попробовать. А мы с вами уже увидимся в следующем видео. И не пропустите это видео, потому что в нем я вам расскажу, что не стоит дарить на Новый год и на день рождения. Поэтому держите интригу.